МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте. Здравствуйте. Ну что ж, фильм «Степные игры» уже был представлен на суд мировых критиков, а сейчас в ближайшее время он будет представлен на Сингапурском кинофестивале. Вот расскажите, пожалуйста, когда пройдет это событие. Так, наш фильм взяли на Сингапурский международный 25-й, по-моему, кинофестиваль. Он будет проходить с 4 по 14 декабря этого года. И наш фильм будут показывать 5 декабря. 5 декабря на фестивале в секции, по-моему, кино сегодня, где показывают фильмы со всего мира. А в конкурсе этого фестиваля участвуют фильмы азиатских стран. Ну вот как раз напрашивается вопрос. Ваш фильм не будет участвовать в конкурсной программе. Вот как вам кажется, есть некое такое противоречие? Россия не азиатская страна, но фильм-то азиатский. Ну да, конечно. Ну, мы же не знаем, почему включили, не включили нас. Ну, могли взять нас в конкурс, не могли взять, мы же не знаем. Ну, то, что они по их регламенту в конкурсе участвуют только азиатские фильмы, а Россия, так как у нас фильм идет, представляет Россию, поэтому, а Россия не входит, ну, по их регламенту не входит в число азиатских стран, и Россия не участвует в конкурсе. Поэтому и мы не участвуем. Хотя, конечно, фильм у нас бурятский, там, азиатский, очень азиатский, да. Понятно. Но вот недавно на Монреальском фестивале ваш фильм, к сожалению, никакого призового места не занял. Вам не обидно? Да нет, конечно. В любом случае, ну, понимаете же, примерно на такой фестиваль категории А, как Монреальский фестиваль, много, сколько фильмов там заявляются, и то, что нас отобрали из такого большого количества фильмов, и мы попали там в финал, мы в конкурс, там, в конкурсе участвовало 18 фильмов. Поэтому мы попали в это число, и это для нас уже, как бы, конечно, победа, можно сказать так. Конечно, само собой, если бы была награда, шоу было бы совсем другим. Но, с другой стороны, мы, я очень, конечно, к фестивалям, к фестивалям отношусь очень, скажем так, трезво. Для меня, как бы, нет такого, что, ну, то это как не тишим свое тщеславие. А это для нас чисто рабочий момент, рабочий, как бы, это как бы проверка нашего... Вот, и возможность показать свои работы. Да, ну, больше, конечно, это оценка нашей работы. Все равно, что там сидит отборочная комиссия, большая отборочная комиссия людей, которые разбираются в кинематографе, и они отбирают твою работу. Для меня, конечно, это в первую очередь оценка, конечно. Хорошо. Жаргал, вы уже заскучали. Да. Мы хотим задать такой вопрос. Вы знаете, для вас фильм «Степные игры» – это не первая киноработа. Выяснились в фильме «Отхончик» «Первая любовь». То была комедия, это драма. Вот все-таки для вас где было комфортнее себя реализовывать? Ну, честно говоря, конечно, реализовывать и в комедии, и в драме. Мне кажется, я получал удовольствие и в комедии, и в драме. Потому что я хотел бы, каждый актер хотел бы пробовать себя в разных амплуах. И пользуюсь случаем, вот Баир Николаевич Дышенов я давно знаю, когда он набирал нас в Петербург. Я твой учитель. Да, мой учитель, мой дорога, если так сказать, который набирал нас в Петербург. Там мы учились, мы четвертая студия, он третья студия. И он, если в историю вдаться, человек, который не хотел меня брать и отправлять в Петербург. Почему? Да, меня питерские режиссеры отобрали. Баир Николаевич очень как-то не любил. Но с тех пор у нас какая-то некая любовь. Отобрали на роль, имеете в виду, да? Нет, не на роль, а когда мы... А, учиться. Нет, нет, нет. То есть была такая история, да? Он нагло в ряд. Нет, ну это, конечно же, не я чувствовал. Мне сказали, вот, главный режиссер-то, главный директор-то не хотел тебя брать. И это меня и поднащило. Подстегнуло. Подстегнуло, да. Это чтобы ты хорошо учился. Вот да, с тех пор, мне-то, Зоя, понимаете, я-то не люблю, когда все легко. Да, я люблю трудности, я люблю, вот вы говорите, комедия и драма. Да, я люблю, я и в комедии хочу засветиться, да, и в драме, чтобы... Хорошо, пробовать себя в разных амплуа, чтобы не стать актером-заложником, скажем так, одной роли. Это все прекрасно понятно, но все-таки вот какая ваша мечта? Что вы мечтаете? Сыграть такой традиционный вопрос для актера, но только не говорите, что Гамлета. Нет, Гамлета я не хотел бы. Поздно. Отелло, Гамлета, отелло, да. Между прочим, я играл отелло, ну, этюди в Санкт-Петербурге, когда эта великая фраза, молилась ли ты на ночь Десдемона, действительно, я получал удовольствие, но хотя я, честно говоря, что у меня не получалось, наверное, скорее всего. Но если насчет роли, Зоя, какую-то гениальную роль, гениальную роль не того, чего от меня ожидает, а что-то такое очень сложное, чтобы действительно очень сложное... Вот намечается фильм, как наш дорогой Баир Николаевич говорит, я каждый год буду выпускать фильмы, и я, как нелюбимый тот актер, помните, да, становлюсь... Сейчас хотите стать прямо традиционным актером в его картинках. Да, да, как Квентин Тарантино всегда снимает своих, понимаете? Я хочу тоже, чтобы хотя бы где-то засветиться, но здесь все время же роли-то у меня такие проходящие, Баир Николаевич. Хорошо, Баир Николаевич. Пользуюсь случаем, Зоя, пользуюсь случаем. Вот в эфире я хочу, в следующем фильме я играю роль. Это меня волнует. То есть вы решили уже прижать к стенке сейчас, но уже как бы на всеуслышание Баир Николаевич сказал вам да. Нет, конечно, Жаргал будет играть, конечно. Не потому что... У вас уже появились такие любимчики, с которыми вы согласны работать из работы в работу? Как бы не любимчики, конечно, а люди профессиональные. Все-таки так как у нас здесь в городе, в Бурятии, бурятских актеров с бурятским языком, да, профессиональных, талантовых людей, скажем так, честно, не очень много. Поэтому есть, конечно, актеры, с которыми легко работать. Как получается? Есть актер, который делает роль. Он, если берешь хорошего актера, роль получается, и она становится в фильме еще больше, чем ты задумывал. А есть актеры, которых роль не получается, и каким-то образом ты начинаешь его задвигать на задний план, и как-то он скукоживает, и как-то так проходит. Хотя, возможно, изначально на эту роль делали ставку. Да. Но из-за того, что подобран был неудачный кандидат, Бывают такие, да? Вот именно режиссерская, конечно, хватка заключается, наверное, в том, чтобы увидеть своего актера, увидеть, попасть в точку, да? Да, есть такое. Вот, вернемся немножко к кинофестивалю. Вот Монреальский кинофестиваль, в нем участвовали от России только вы. Таковым было условие фестиваля или не было желающих? Нет, там в конкурсе участвовал только наш фильм. А в других программах еще были, там еще три фильмы российских были. Мы не знаем же, мы же как бы, мы не знаем, как они отбирают, возможно, не было. Но три фильма участвовали, я с ними познакомился, сходил, посмотрел. Но в конкурсе были мы одни. Кстати, о Монреале, куда я не поехал, хотя играл основную роль, да? Основную роль играла Тугнульская долина. Я же вам говорил. Ну, я мог заменить эту скипь. С вашей харизмой, да? Возможно, и такое. Ну, кстати, вот о степи. Действительно, вот она у вас не выступает как отдельный вообще живой персонаж. Почему такое внимание вы решили уделить? Нет, это... Природе. Это не природа, это как степь подразумевается, ну, как я, как родина, как малая родина, как народ, где живут люди там много столетий, и показано несколько героев, которые живут вот здесь, поют одни и те же песни. Три воина, три коня, три песни, но одна степь. Вот такой вот сценарий, он, как сказать, воинственный, да? О войне, о родине, о любви. Вот почему именно этот сценарий вы решили воплотить в жизнь? Потому что других не было. Других не было. Нет, он сценарий очень интересный, вот именно этот сценарий появился, он из разных каких-то историй, которые я в какое-то время писал, хотел снять короткий метр по одной истории, по другой просто писал, а третья история просто в голове была. И они как-то в один момент собрались в один сценарий и как-то соединились. То есть долгое время вы вынашивали вот эту идею? Да, долго это было. А вот то, что вот, знаете, такой вопрос, то, что вот современный кинематограф, я могу, конечно, ошибаться, но мне кажется, что он диктует свои условия, то есть такой клиповый монтаж, собственно, очень такой экшен, да? А в ваших фильмах, вот даже короткометражное кино, оно вот именно тем, что оно авторское, оно интимное, оно такое, каждый кадр там смакуется, можно так сказать, да? Вот как вам кажется, вы в своей работе степные игры, используя вот этот прием короткометражек, вот показывая степи, такие длинные сцены степи, вот не кажется, вам что-то будет затянутое и зрители заскучают? Нет, этот фильм, конечно, немножко другой, он в нем и экшен есть, он, я не думаю, что он такой занудно, занудно растянутый, и просто получается как? Я же не работаю, я же и сам, и сценарист, и режиссер, и продюсер, да, я же не работаю по заказу, я не ставлю задачу именно там заработать на этом кучу денег, и я же делаю то, что мне близко, то, что мне хочется делать. И он является славным сыном бурятского народа, хочет показать там, где-то в Канаде, в Сингапуре, чтобы она знали, не потому что он хочет сделать в этом бизнес, и чтобы какие-то экшены вот сейчас очень модно снимать, какие-то такие вот комедии вот такие вот, да? А что-то вот чисто наша бурятская традицию, обычай наш показывать, наш язык, чтобы они знали, что есть такие, такой народ, славный народ бурят. Вот почему я снимал короткие метры, маленькие фильмы, когда, и мы же знаем, что многие люди там берут и сразу снимают большое кино, а я снимал, я собирал команду, мы, актеров, сам учился постоянно на каждом фильме, техническую часть, полностью мы создавали с нуля свою студию, и вот мы сейчас, я могу смело сказать, наверное, что мы на сегодня только вот с выходом этой картины, могу сказать, наверное, что мы научились снимать кино. Научились снимать кино, теперь у нас какие-то, именно после Монреаля появились еще какие-то другие задачи, мы будем его продвигать свою работу, деятельность, товары, наши фильмы, будем учиться дальше продвигать на какую-то мировую, на европейскую арену. То, что сейчас нас пригласили на другой конец света в Сингапурский фестиваль, для нас, для меня это как бы тоже очень важно, то, что мы съездили в Америку, где, возможно, кино немножко другое отношение. В Азии там свое кино, да, и то, что мы попадаем и в Азию, и в Америку, и поэтому для меня это очень важно. Разные зрители, распространения. Да, разные зрители. Хорошо. Хотя кино, оно глобальное, конечно. Законные одни и те же везде, но все равно есть свои специфики там и там. И очень хочу верить, что в Сингапур. Поедем вместе? Вместе, да. Да, конечно. Еще раз. Второе обещание вы тоже взяли из Баиры Николаевича. Жаргал, хочу перейти к вашей личности. Вы долгое время работали в театре Ульгер, являетесь обладателем престижной награды «Золотая маска». Но вы в какой-то момент решаете уйти из театра и заняться своей деятельностью, наверняка связанной с бизнесом. Я, насколько поняла, до программы вы об этом говорили. Но ваша киноработа – это такое возвращение в профессию? Или вы не уходили оттуда на долгое время? Вот сейчас чем занимаетесь? Я на самом деле не уходил. Я был в проекте даже Бурятского драматического театра. Там меня приглашал наш известный режиссер Олег Юмов. Я шоумен. Там тоже не таких вот проходящих бюро. Там тоже нужно какой-то опыт, какой-то талант. Бандитом ты не стал? Бандитом я не стал. Я не стал. Давайте так. Я не стал бухгалтером. Я не стал... Бухгалтер – это очень творческая работа. Я не стал офисным каким-нибудь менеджером. Я все туда. Я где учился, там и пригодился. Творчество. Творчество. И когда Баир Николаевич меня приглашает на фильм, и я, как мне кажется, что я пытаюсь, я всегда хочу хорошо это сделать. Вложить всю душу. И он приглашает меня на второй фильм. И я понимаю, что я старался. И мои старания к чему-то приводят. И в Сингапур, и вот обещания, и третий фильм. Ну, это классно. Хорошо. Задам вам неудобный вопрос. Хорошо. Вы ушли из театра. Потому что это не хлебная профессия. Именно театральный актер. В первую очередь, да. Давайте, да, по чесноку. Это не хлебная работа. А я там получал удовольствие. Честно скажу, что мне там было комфортно. Мне нравилось. Я человек такой творческий. И когда мы выезжали на гастроли, даже пусть будет даже это Курумканский район по Бурятии, я получал этот кайф. Что? Да, я получаю кайф, выходя на сцену. Мы очень часто выезжали там, например, ну, ту же Элисту, Калмыкию по городам России. Это возможность увидеть мир, конечно. Но когда уже, конечно же, извините, когда у меня семья, когда у меня растут дети, и я понимаю, что вот так вот катаясь по всему, ну, по всей России, я не буду кормить своих детей, ну, так как надо, да. И тогда мне приходится оставить этот театр и заниматься бизнесом. Я же тоже уходил из театра, я же тоже театральный человек, да. Я уходил из театра, да. В какой-то момент все равно, если ты мужчиной и кормишь семью, в любом случае приходишь к тому моменту, когда действительно надо кормить. Куда я от этого денешься? Это, конечно, один из очень важных моментов. Но, с другой стороны, конечно, я уходил больше, наверное, потому что не было удовлетворения от работы в театре. Все государственные структуры, которые занимаются искусством или творчеством, культурой, да, они не имеют успеха. Ну, посмотрите на Зарикто Доржиева, ну, вот Зарикто Доржиева, да, человек, который нигде же у нас ни к одной структуре государственной не привязан, никто ему деньги не дает, да, и теперь будет в Третьяковской галереи, будет его выставка персональная. Это для бурятского народа... Такие самородки. Да, для бурятского народа это круче, ну, круче дальше нету. Нет. Если, не знаю, выгнать, разогнать все Министерство культуры и эти средства отдать Зарику Доржиеву, я буду только рад. Для бурятского народа будет пользы нам в сто раз больше. Дашин Амдаков, наш бурят ездит по всему миру в Лондоне, перед, в центре Лондона ставит Чингисхана, да, вокруг этого весь мир крутится. Это, ну, у нас в Улан-Удэ нет его ни одной работы, ни одной работы в Улан-Удэ нет, кроме Датсана. Люди должны собраться, да, я не знаю, как, кто это должен делать. Просто, понимаете, культура, народ живет своей жизнью, вот тут своей жизнью, а чиновники, люди, которые распределяют наши же деньги, наши же средства, бюджет, они живут совсем отдельной жизнью. Ну, если появится памятник, ну, работа Дашина Амдакова в центре Улан-Удэ, это будет влиять на всю республику, больше, чем какой-то наш, чем пресс-конференция, вся деятельность какого-то нашего президента или главы, да, мэра. Народ должен знать своих героев в лицо, как говорится. Культура Дашина Амдакова в центре Улан-Удэ будет влиять на развитие Буряти больше, чем деятельность его правительства. Я так считаю. И вряд ли кто меня переубедит. Ну, Бояр Николаевич, я понимаю, надеюсь, что... Независимый человек, он так смело смело говорит, да. Надеюсь, что вы не нажили себе сейчас врагов. Да нет, я же ничего плохого не сказал. Я сказал свое мнение. Вернемся к вашей свежей киноработе, это Степные игры. Скоро премьера 30 октября. Призовите зрителей, чтобы увидели, наконец-то, вашу очередную работу, ваш шедевр. Не, не надо так говорить, конечно. Я могу сказать одно, конечно, что снимал я этот фильм, скажем так, честно. Старался снимать, опять же, независимо, не по заказу. Я старался быть все время свободным. Все происходило в степи. И, конечно, говорить о том, что мне неинтересен успех фильма, зрительский успех фильма. Вот, сидя на Монреале, отвечая на вопросы на какой-то пресс-конференции, я как-то для себя сформулировал, будучи там, когда совсем другие люди задавали вопросы. Как-то у меня, я сказал, что я фильм снимал про бурятов и для бурятов. Все-таки я с этим, я знал, что своего зрителя, мне интересен бурятский зритель. Фильм, то, что вы говорите такие большие слова, он не такой, наверное. Он еще не родился. Да, конечно, где-то на краю земли, там, четыре раза посмотрели люди. Это еще не родился. Это не наш зритель. Мы едем туда чисто по расчету, скажем так. А главные зрители у нас здесь, в Улан-Удэ, в Бурятии. Поэтому фильм может родиться только после того, как его посмотрят здесь, в Улан-Удэ. Наши зрители посмотрят фильм. Не знаю, мне кажется, он получился грустный, потому что, наверное, все-таки иногда я называю этот фильм такой песней о моем умирающем народе. Ну, где-то он у меня такое настроение все время так появляется, конечно. И я пытался, я воевал, чтобы сделать его веселым, жизнерадостным, как бы жизнеутверждающим, но он у меня как-то, мне кажется, получился грустный. Понятно. Жаргал, что вы можете сказать о своей роли? Чем она интересна? Вот Байр Николаевич говорит, что я не видел фильм. Я действительно там не главную роль играю. Тоже так же, как в «Атхончике». А мечтаете сыграть главную роль? Очень. А это вопрос к Байре Николаевичу. Очень. Когда это сбудется. Да, очень. И хочу сказать, что вот о «Атхончике» я снимался в комедии. Теперь на суд присяжных, пожалуйста, в другом амплуа. Там я играю уже серьезного человека. Депутата народа, депутата хурала. Блин, я не хотел этого говорить. Не хотел этого говорить. Ну, там не депутата народного хурала, именно конкретно Бурятия. Он играет депутата хурала. У него его роль так называется депутат хурала. Депутат хурала. Но хурал может быть не только у нас, у нас бурятский. Мы просто это... Это он депутат. Он человек такой, избранный народом. Он представляет такой... Народный избранник. И то, что он делает. Но мы с Жаргалом, конечно, вместе работали над этой ролью. Мы очень долго обсуждали, что, как там. И мы всеми силами пытались его оправдать, этого героя. Да, всеми силами мы пытались оправдать. В первоначальном варианте он был очень плохой. Так же. Он был действительно очень плохой. Жаргал сопротивлялся. Жаргал сделал его обаятельным, наверное, да? Да, он его оправдал. Он оправдал все его действия, мне кажется, да. И поэтому вначале он был действительно очень отрицательный герой. Это Жаргал сопротивлялся. И во время работы получился... Да, он получился не таким же уже... Все оправданно. Его движение, его ход, это все было оправдано. То есть там я не могу сказать, что вот депутаты все такие. Я бы точно так же повел бы себя. Ну, вы заинтриговали. Действительно, я тоже поспешу на вашу премьеру. Хочу пожелать вам, Баир Николаевич и Жаргал, успехов творческих, новых замыслов. Чтобы никогда ваше вдохновение вас не покидало. А вдохновения, как говорится, у ленивых не бывает. Поэтому хочу пожелать, чтобы вы трудились, не ленились, а создавали для нас, для бурятского народа, действительно качественное, народное такое кино. Спасибо вам большое. Спасибо большое. Это была программа «Есть разговор». Спасибо, что были с нами. И смотрите нас каждую среду в 19.00 на канале ТВ-Ком. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова